Доброго времени суток! Вы смотрите авторский YouTube-канал «Современный разговор» с Расимом Бабаевым. Сегодня мой собеседник, известный российский журналист, советник по вопросам противодействия экстремистской идеологии кафедры Евразийского регионального центра молодежного форума «Исламского сотрудничества» Евгений Михайлов. Добрый день, Евгений. Рад видеть. Добрый день, Расим. Добрый день. Евгений, накануне состоялся визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Вайрамова в Иран. И по итогам этого визита были договоренности достигнуты определенные. И было заявлено о том, что Иран и Азербайджан будут строить мост через реку Арас, чтобы соединить восточный Зенгизур с Нахчеванью. Кроме того, там достигнуты договоренности о том, чтобы начать строительство электростанций на приграничной реке и сотрудничество на реке. До этого за несколько дней состоялся, значит, саммит прикаспийских государств. И я думаю, что наверняка на этом саммите, в том числе, обсуждалось в кулуарах мероприятие вот это самое действие. Что вот это, значит, дает новшество региону? Что это новшество дает, значит, маршруту север-юг и так далее? Ну, я бы хотел сказать, конечно, это дает очередной повод для размышлений и внутренней трагедии древнему народу, который граничит с Азербайджаном, который все никак не поймет, что нужно дружить со всеми. Я имею в виду, конечно, Армения, которая всячески препятствует открытию Зенгизурского коридора. И вот мост из восточного Азербайджана в Нахачевань – это огромное достижение. То есть, соответственно, улажены все недомолвки, потому что были раньше разногласия и с Ираном. Но я хотел бы отметить, что на фоне меняющейся масштабной смены геополитической обстановки подобный шаг очень поможет товарообмену, в том числе Среднеазиатским республикам, Ирану, Турции, то есть пойдет товар в Иран, то есть Турция, Азербайджан, дальше и в России в том числе. То есть этот мост очень выгоден и для Российской Федерации. И, как я и говорю, что в очередной раз Ереван сам себе подпилил сук, наступил на ногу, я не знаю уже как, противясь предыдущим инициативам, которые никак не разрешатся, открытия прямого там Зенгизурского коридора. И Ереван остался в стороне. Хотел бы отметить, что в любом случае все эти мероприятия, они обсуждаются в рамках, опять же, не только прикаспийских саммитов, но и в рамках формата 3 плюс 3, в котором пока не выказала желание участвовать, по крайней мере официально, только грузинская сторона. Все страны каким-либо образом уже задействованы в этом формате. Я думаю, что, во-первых, подобный шаг не очень понравится, опять же, западным партнерам некоторых государств. То есть это проявление самостоятельности, самостоятельности принятия решений без указок сверху тех сил, которые пытались доминировать ранее во всем мире. Кстати, было по итогам встречи отмечено, что очередное мероприятие в рамках платформы 3 плюс 3 пройдет в Иране. Кроме того, касательно самого Зенгизурского коридора через территорию Армении, это, значит, пункт нашел отражение в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. И каковы все-таки перспективы? Азербайджан, да, выстраивает свою внешнюю политику, свои внешнеэкономические связи, маршруты диверсифицирует. Есть в Баку-Тбилиси Джейхан, в Баку-Тбилиси Карс, Эр-Зурун, и есть вот теперь уже через территорию Ирана. А какая все-таки перспектива по поводу, значит, Зенгизура, реализации коридора? Потому что под этим документом стоит в том числе подпись президента Владимира Путина. Я думаю, что перспектива у этого коридора есть. Забывать о нем никто не будет, в том числе, конечно, Азербайджан, потому что я читаю азербайджанскую прессу и другую прессу, что это важнейшее тоже будет достижение в итоге Зенгизурский коридор для Азербайджана. Но и это будет достижением, когда его откроют, конечно, для Армении. А уже для России это будет большой дипломатической победой, когда она выступила гарантом всех подписанных соглашений. И я думаю, что Российская Федерация тоже кровно заинтересована в открытии Зенгизурского коридора и предлагает максимум усилий для переговоров, для дипломатического давления на Ереван, чтобы он стал выполнять все договоренности, подписанные 10 ноября 2020 года. У меня нет сомнений, что этот проект будет реализован, тем более вкладывается, озвучено, что Российская сторона вкладывает огромные деньги в восстановление железной дороги, которая способствует обмену, то есть запуску Зенгизурского коридора. Вопрос времени. И сейчас, вы знаете, мне кажется, открытие моста из Восточного Зенгизура, он как бы подтолкнет Армению к принятию решений. В том числе и у Российской Федерации будет еще один повод, ну не повод, а вообще аргумент говорить своим подопечным, то есть тем, кого мы защищаем, о том, что хватит уже выстраивать собственные какие-то амбиции именно для собственных элит, которые ориентированы прежде всего на Запад, но не для народа, а необходимо налаживать взаимоотношения, торговые взаимоотношения и забывать прошлое, и жить в будущем. Прошло уже практически 20 месяцев после окончания Второй Карабахской войны. Насколько реализованы положения трехстороннего заявления? Как вообще оценка поведения Азербайджана, поведения Армении в этом направлении? Мы видели, что в течение двух месяцев с небольшим в Армении вновь подняла голову оппозиция, и она вышла на митинги. В результате мы сегодня видим, что происходит с вице-спикером парламента Сокотелян. В любом случае, все, что сейчас происходит, это попытка внутренней оппозиции воспользоваться той ситуацией, которая существует на данный момент, воспользоваться отвлечением Российской Федерации на иные проблемы и попытаться расшатать ситуацию на Южном Кавказе в пользу третьих стран. Я бы сказал, в пользу Евросоюза, точнее, Соединенных Штатов Америки и Франции. И это не дает успокоиться ситуации. Опять же, у меня есть такое мнение, что Пашинян сейчас стал более адекватным, гораздо более адекватным, чем в начале. Он начинает делать правильные заявления. Эти заявления нравятся, на самом деле, большей части населения Армении, которая устала от экономического спада, от бедности, от неразрешенности проблем, от непонятной ситуации международной для своей страны. И я думаю, что рано или поздно, если комплексно смотреть на ситуацию, она разрешится в пользу подписания мирового договора окончательного с Баку. Да, сейчас много проблем существует. Многие подписаны раньше соглашения, то есть параметры соглашения в 2020 году, они не выполнены окончательно. То есть идут какие-то попытки, дипломатические переговоры, там о демилитализации, демаркации границ, но все равно существует проблема провокации. Существует проблема обстрелов как азербайджанской стороны, так и ответных, естественно, ответной реакции со стороны Азербайджана. Ну, и это закономерно. Вот чтобы это все прекратить, конечно, нужно разобраться с оппозицией. Сейчас Пашинян хоть осилен, но еще не настолько осилен, чтобы полностью держать власть в своих руках. Поэтому Карабахский клан, опять же отмечу, что именно Карабахский клан пытается раскачать ситуацию. Но я думаю, что этот вопрос в ближайшем будущем с помощью Российской Федерации, которая не заинтересована в разжигании очередных конфликтов на юге, на Южном Кавказе, будет решен. Евгений, недавно, буквально накануне саммита приказовских государств состоялся визит официальной главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова в Баку. Как оценивается этот визит? В рамках его было достигнуто соглашение подписано. Кроме того, и президент Алиев, и Сергей Лавров заявили о том, что процесс урегулирования отношений с Ереваном и Баку уже проходит без минской группы ОБСИ, что, в принципе, вызвало раздражение некоторое. И мы слышали соответствующее заявление Николы Пашиняна, а также президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Ну, я считаю, я оцениваю визит Лаврова как очень положительным, тем более было заключено соглашение об информационной безопасности, ну, и, в общем, очередное соглашение фактически о союзническом партнерстве в обеспечении безопасности обеих стран, взаимовыгодном обеспечении безопасности обеих стран. Что касается, насколько я помню, заявление Лаврова было, что минская группа фактически уже не участвует ни в чем. И это вызвало, это как бы такой ответ армянской стороне, которая все время взывает и пытается вернуть то прошлое. То есть минскую группу ОБСЕ, которая 30 лет ничего не делала, попытку вот втянуть, заново развернуть ситуацию в свою пользу с помощью тех стран, которые сейчас считаются официально, я хочу сказать, официально недружественными Российской Федерации. Это, конечно же, невозможно. И здесь уже Москва дает четкий посыл Еревану подобными заявлениями, что, мы сказали, что она несостоятельна, о том, что, ребята, вы в ту сторону не смотрите. Вопрос уже решаем мы, Азербайджан, с помощью Турции и с вами тоже. То есть давайте не смотрите на недружественных нам, потому что вы являетесь нашими подопечными. Да, мы являемся гарантами безопасности не Франция, не Соединенные Штаты Америки, не диаспора зарубежная, а именно Россия, Кремль являются гарантом безопасности Армении. И, насколько я понимаю, я сейчас читаю, так выкладки, будто мне, в Ереване приходят к пониманию того, что пора заканчивать лавировать между Западом и Россией, между интересами Азербайджана, Турции, искать какую-то собственную выгоду и собственный путь, который будет идти в разрез интересам Российской Федерации. Я думаю, что посылы очевидны. И, вы знаете, единственное только, конечно, был такой момент, что через день после визита Лаврова уже вечером было одно заявление, а потом вечером известный российский журналист Соловьев извинился перед Азербайджаном. То бишь, только подписали соглашение, и он пригласил к себе выступить представителя сепаратистского региона. Это, конечно, надо избегать. А соглашение говорит именно о том, чтобы подобных казусов не было. Ну и вот было удивительно в очередной раз наблюдать извинения Соловьева. И, конечно же, хотел бы отметить это большое достижение азербайджанской дипломатии, которая наверняка моментально отреагировала и сказала определенным курирующим структурам в России, что, ребят, ну вот вы подписали, а ваш один из известных журналистов, он, как бы, видимо, не в повестке, и моментально мы услышали извинения. Это уже работает соглашение, я хотел бы сказать. То есть, значит, мы уважаем интересы друг друга и будем бороться с любыми проявлениями информационных негативов, фейков и так далее. Сейчас в повестке дня опять стоит вопрос вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Вот последние решения, переговоры в этой связи с Турцией. Как вообще вот этот может отразиться на отношениях России с Турцией? Вы знаете, на мой взгляд, это никак не отразится на отношениях России с Турцией. Владимир Путин заявил, что нам, как он же говорил, что ступят, но, соответственно, мы будем делать выводы, усиливать свою подготовку к неожиданностям. Турция ведет собственную политику. С другой стороны, я бы сказал, что не факт, что Турцию не обманут в своих гарантиях. Швеция и Финляндия продолжат в итоге поддерживать террористические группировки, которые называют Турцией террористическими, там, курдские группировки. Ведь это политика, надо было получить согласие, надо было дать какие-то гарантии, но при этом хочу отметить, что в Соединенных Штатах заявили, что мы ничего не обещали. То есть Турция, Эрдоган поверил, да, мы сейчас видим уже подписание протоколов о вступлении в НАТО, вот, ну, нет гарантии того, что Турция от этого выиграет. У нас в Турции свои, так сказать, интересы, опять же, свои проблемы, и мы их решаем. Если, ну, и вступление этих стран, ну, это не страшно для России, потому что это, как бы, ответ на действия России в ином месте, да, то есть, как бы, мы, наоборот, всегда заявляли, что мы против расширения НАТО. Сейчас идет определенная работа со стороны Российской Федерации в этом направлении, и я думаю, что само понятие НАТО, и это уже говорят в Америке, ведущие эксперты, оно уже эфемерно. НАТО само себя не сможет защитить в случае глобального конфликта со Российской Федерацией. И все это, как бы, потуги, которые не приближают стороны к некой договоренности. Рано или поздно, я думаю, все сядут за стол переговоров и договорятся о неком таком новом мировостройстве. Сейчас идет просто разрушение, и это мое, это не только сугубо мое мнение о принципе экспертного сообщества, старого миропорядка. Разрушение старого миропорядка, и выстраиваются новые взаимоотношения. А то, что сейчас происходит внутри НАТО, ну, это все местечко, на мой взгляд. И Турция это прекрасно понимает. Сегодня она в НАТО, а уже имея немалые такие партнерские отношения с Российской Федерацией, с Китаем там налаживается, с другими игроками, которые не входят, то есть не поддерживают действия НАТО и Евросоюза, вполне вероятно, Турция примет какое решение и о выходе НАТО. Я ничему не удивлюсь, особенно в ближайшее время и на фоне того, что происходит в мире. Многих очень интересует, значит, взаимоотношения России в дальнейшем, в том числе и экономические, со странами Евросоюза. Ведется речь о том, что в ближайшее время, 2-3 года, страны европейские откажутся от российского газа. Насколько это вообще вероятно? И насколько вероятно нанесение какого-то ущерба двусторонним отношениям между Москвой и отдельно взятыми европейскими странами? Россий, я хотел бы сказать, что ущерб уже нанесен колоссальный. Мы уже, Сергей Лавров, да и вообще у нас в России уже все понимают, что отношения уже разрушены. Таких, как раньше, их не будет. Они будут восстановлены только с новыми государственными лидерами, скорее всего, после реформации Евросоюза. Может быть, он и развалится. То есть это только начало. События, которые начались в феврале в мире, это только начало общего развала и восстановления, и появления нечто нового. Об этом уже все открыто заявляют. Ну, отказываются они от нефти и газа. Но сейчас львиную долю нефти и газа Российская Федерация перенаправила через Эмираты, в Китай, в Индию. Поэтому она ничего не потеряла. Потеряли только развитые промышленные державы Евросоюза. Причем отмечу, что лидеры бизнеса этих стран категорически против были подобного развития событий. Категорически против. И настаивали на том, что нельзя так резко рвать все. Потому что в некоторых странах до 50-60% обеспечения газом происходило из Российской Федерации. И я думаю, что будет впереди очень тяжелая зима, которая очень многое изменит. Сложно говорить. Не хотел бы говорить о масштабных боевых действиях или каком-то противостоянии. Но то, что Европе будет сложно, будет сложно и нам. Но мы себя, по крайней мере, обеспечим отоплением. У нас есть определенная... Ну, помимо того, что, конечно, у нас сильная армия, у нас полностью обеспечены зерновыми удобрениями и так далее. Мы себя прокормим. Вопрос в другом, как будет жить Евросоюз, который получал очень... Ну, то есть в обмен на наши ресурсы мы получали технику, оборудование, работали, партнерились. Да, глобализация такая была. Сейчас раз и ничего не стало. Но на Евросоюзе же мир не сошелся. Евросоюз и Соединенные Штаты – это, ну, это там, как это... 30 процентов, даже меньше от общего народонаселения нашей планеты. Да, и, соответственно, крупнейшие державы, крупнейшие державы не поддержали санкции в отношении России. Азербайджан тоже не поддержал санкции. Грузия, насколько находится в поле влияния западных партнеров, не поддержала санкции. Это говорит о многом. Говорит о том, что все-таки сохранились какие-то у нас исторические, историческая память, исторические связи. И рано или поздно наши страны все придут, лидеры наших стран, придут к какому-то консенсусу. И, ну, я не вижу никаких проблем, на самом деле, в отношениях у нас с Азербайджаном. Да, есть какие-то нестыковки, есть. У Азербайджана собственная политика по отношению к определенным странам СНГ. Да, она всегда была такой. Сложно удивляться и обвинять Азербайджан в том, ну, в чем сейчас бывает обвиняют, да, некоторые российские эксперты. Сложно, потому что у Азербайджана была своя позиция. И вот с этой точки зрения надо выстраивать по определенным направлениям и отношения с Азербайджаном. А так в комплексе мы фактически союзные страны. Мы подписали союзное соглашение вот в феврале союзную декларацию, да, в феврале 22-го года. Мы подписали сейчас также соглашение об информационной безопасности. У нас поступательные движения к улучшению, то есть отношения. Они и так были неплохие, но хуже они становятся. Так что время покажет. Но Евросоюз на самом деле, на мой взгляд, вот я сейчас общаюсь с многими, кто ездил туда, кто имеет там недвижимость, да, владел там счетами. У многих это отобрали. У многих даже, которые не попали под санкции, сейчас там в домах живут беженцы из других стран. Закрыты счета. В общем, просто. Как бы Евросоюз объявил войну всем россиянам. Не только тем, кто под санкцией, а всем россиянам. Но при этом отмечу, что сейчас прям на раз некоторые страны Евросоюза стараются и выдают визы россиянам. Хотя заявлялось, что ни один россиянин там не поет, потому что им нужны российские деньги, российский туризм, какие-то... То есть политика политикой, а отношение населения, простого населения, оно несколько иное в самом Евросоюзе. Если со странами мы, конечно, уже порвали, то рано или поздно, наверное, к власти придут те люди или же силы политические, которые принудят лидеров определенных стран Евросоюза к пересмотру отношений с Российской Федерацией. Но это вопрос времени. Посмотрим, как они переживут тяготы. Вот это тяготы расторжения отношений. Спасибо большое, Евгений. Спасибо вам, Россиян, что наконец-то до меня добрались. Вы смотрели интервью с известным российским журналистом, советником по вопросам противодействия экстремистской идеологии кафедры Евразийского регионального центра молодежного форума исламского сотрудничества Евгения Михайлова. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok